Разорвана верхняя губа, выбит передний зуб, ссадины на лице. Это все последствия жуткой драки двух учеников столичной 47-й школы. Инцидент произошел в полдень в прошлую пятницу. Девятиклассник избил восьмиклассника из своей же школы. Предположительно из-за того, что 14-летний подросток нечаянно толкнул другого. Ребята стояли вроде якобы. Кто-то махнулся, чтобы что делать. Он сказал, что ребята делать. И вдруг кто-то сильно ударил. Так сильно ударил, чтобы он сразу упал, сознание потерял. Он никакой общественной транспорте, он никуда не ездит. Потому что, ну, просто так перевезли. Мы сами отвезем, сами привезем ребенка в школу. Холит спокойный парень, сын и внук очень спокойные. Он с сыном увлекается, сидит дома, интернет играет и все. Даже даже во двор не входит. Сейчас пострадавший мальчик находится в третьей детской клинической больнице. Получает необходимое лечение. По словам врачей, наблюдаться у медиков мальчику после полученного сотрясения мозга теперь придется на протяжении всей жизни. Поступил 19-го числа, 15-15, диагнозом сотрясения головного мозга. Ушибленные раны верхней губы и травматическая экстракция нижнего первого резца зуба. В публикации, которую мать избитого подростка разместила в социальных сетях, указано, что отец девятиклассника якобы работает в милиции. И не исключено, что благодаря его связям делу не дадут ход. Кроме того, там же женщина указала, что изначально сын рассказал о вымогательстве денег со стороны старшеклассников. Как утверждают родители, это и послужило основной причиной нападения. Говорят, там и на территории школы, и вообще в неучебном уровне. В самом учебном заведении Драку предпочитают не комментировать. Заведующей воспитательной частью в момент инцидента на рабочем месте не было. Да и сама стычка подростков, уверяют педагоги, произошла за территорией школы. Какой-либо оценки событиям и характеристики своим подопечным преподавателю сегодня не дают. Я где-то полвторого приехала, и мне сразу же сообщили, вот только что произошла драка. Мы люди все маленькие, учителя, поэтому, пожалуйста, без комментариев. Без комментариев. А вот младшеклассники оказались смелее, а драки, говорят, слышали, мальчиков всех знают. Имя девятиклассника, того самого обидчика, известно на всю школу. Исходя из слов учеников, знаменит он отнюдь нехорошими отметками и прилежным поведением. Они просто, оказывается, игрались, они игрались, и потом... Монтерчик билет. Амонтер ударил его, и потом что-то вот этот Мурат сказал, ты что, малолетка, меня бьешься, только его раз ударил, он упал на землю, потом головой об асфальт ударился, и потом что-то он сел на него, что ли, и начал его бить. Все его, может, из-за того, что боятся его, ну, может, наши мальчики пятые, шестые классы, может, из-за того, что боятся его, уважают, да, есть такое-то, что его уважают. Ну, я слышала то, что он матерится, но его в основном я не вижу в школе. Иногда отпрашивается, уходит туда. По данному факту возбуждено уголовное дело одновременно по двум статьям – вымогательство и хулиганство. Следствию предстоит провести тщательную проверку всех обстоятельств дела. На сегодняшний же день установлены личности всех фигурантов. В следственной службе УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по статьям 170 вымогательства и 234 хулиганства Уголовного кодекса Кыргызской республики. В ходе следствия 13 октября 18 угола был опрошен потерпевший подросток. В присутствии родственников он пояснил, что был избит старшеклассником по имени М. Из 9 класса 47 школы. Факт вымогательства денег подросток в присутствии родственников не подтвердил. В ходе расследования установлено, что родители и потерпевшего, и подозреваемого подростков ранее работали в органах внутренних дел и в настоящее время находятся на пенсии. Еще одну только на этот раз массовую драку правоохранителям удалось предотвратить несколькими днями ранее. В микрорайоне Кокджар сотрудники Октябрьского УВД доставили в отделение 22 подростка. Среди задержанных ученики нескольких столичных средних школ и воспитанники национального военного лицея. Сабина Дамаскина, Нурбек Капаров, НТС.